Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырёх новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу. Смотрите сегодня! 6V! Олдскульный платформер в лучших традициях хитов в 80-х. Серебряный призёр Инди Геймс 2009 года. Крылатые хищники. Новые авиасимуляторы, погружающие нас в небо времён Второй мировой войны. Самые известные баталии над Восточной и Западной Европой в комплекте. CSI! Deadly Intense! Особо впечатлительным личностям может стать плохо от вида очередной шерквы. Обновлённый движок пошёл сериалу только на пользу. Джеймс Кэмерон с Аватар The Game. Игра подноимённого кинофильма Джеймса Кэмерона, чьё единственное достоинство – поддержка стереоизображения. Крылатые хищники. Это новый военно-исторический авиационный симулятор, в основу которого положены реальные крупномасштабные операции времён Второй мировой. Сев за штурвал истребителя, бомбардировщика или штурмовика, игрок станет участником самых известных баталий в небе над Восточной и Западной Европой. Сюжет «Крылатых хищников» описывает исторический период 41-го по 45-е годы, то есть отсылает нас в нелёгкие реалии Второй мировой войны. В этот жуткий для всех период, находясь в шкуре лётчика, нам с вами предстоит участвовать в таких сражениях, как битва за Британию, Сталинградская битва, Сицилийская операция, Орденское наступление и битва за Берлин. На этот раз разработчики решили добавить в игру несколько интересных исторических факторов. Теперь у всех пилотов, за которых мы играем, есть имена и свои мысли по поводу происходящих событий, которые они высказывают по окончании каждой миссии. Перед началом полёта геймер получает необходимую информацию, касающуюся той или иной операции. И, что немаловажно, смотрит кадры реальных кинокроник. Такой подског сделанья может не радовать и идёт проекту исключительно на пользу. Всем интересно узнать, как это было из первых уст. Системный требователь к игре «Крылатые хищники» таковы. Процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц, 512 МБ видеопамяти и 10 ГБ свободного места на жёстком диске. Актеративной памяти потребуется 2 ГБ. На протяжении всей игры нам предстоит выполнять более 60 крупных миссий и приказов над Восточной и Западной Европой. В сражениях принимает участие сотни единиц воздушной и наземной техники. Поскольку «Крылатые хищники» — это всё-таки авиасимулятор, то всем желающим поиграть придётся ознакомиться со словами поворота, освоить принципы стрельбы на опережение, а также знать, какая кнопка отвечает за сброс бомб, вкус к ракет, стрельбу из пулемётов, выпуск шасси и увеличение и уменьшение мощности работы двигателя. Самолёт есть самолёт. Что интересно, в игре присутствует и аркадный режим, так что не пугайтесь, пятёрка за геймплей. «Крылатые хищники» могут похвастаться красивой трафикой и реалистичностью происходящего. Никуда не делается достоверная модель повреждений. Самолёты горят, теряют крылья. На корпусе остаётся дырки от пуль. Ландшафт также не остался без внимания. На поверхности земли можно разглядеть не только городские дома, но и памятники архитектуры, например, какой-нибудь старинный замок. Пятёрка за графику. На музыкальной составляющей работал уже известный композитор в игровой общественности Джереми Соул. Его треки известны нам по таким проектам, как «The Elder Scrolls», «Unreal 2» и «Balders Gate». Звукорежиссёр, отвечающий за общую звуковую картину, также не отстаёт. Каждый самолёт, будь то советский Ил или американский Мустанг, кричат по-своему максимально созвучность реальным. Пятёрка за звук. Крылатые хищники — это один из немногих проектов, которые могут заставить появить симуляторы и показать их преимущество над аркадами. Игра хороша как в визуальном, так и в техническом плане. Смущает лишь один момент — сложность управления. Контроллер, пыляющийся у вас где-нибудь на полке, исправит положение. Общая оценка игры — 5 баллов. Игру можно пройти как на аркадном уровне сложности, так и в режиме симулятор, используя при этом все возможные геймпады, джойстики и гарнитуры для голосового чата. Что примечательно, без этих девайсов вам придётся очень туго. А теперь традиционно наши ответы на ваши вопросы по игре «Крылатые хищники». Первый вопрос. Подскажите, никак не могу понять. Я вёл воздушный бой, сбивал вражеские самолёты. Меня тоже попадали. Но повреждения не серьёзные. Через некоторое время двигатель глокнет, и я падаю. Это глюк или так и должно быть? Отвечаем. При прохождении кампании запас топлива и боеприпасов бесконечны. Но если ваш самолёт продыряет в районе бензобака, топливо выльется, и вы упадёте. Следующий вопрос. Играю в онлайне. Режим захвата аэродрома. Летаю вокруг него, но ничего не происходит. Что делать? Подскажите. Отвечаем. В онлайн-режиме захвата аэродрома вы получаете очки, если вы посадили свою птичку на этот самый аэродром и смогли продержаться некоторое время, пока вражеская команда пытается сбить вас. Следующий вопрос. Никогда не играл в авиасимуляторы. Подскажите, а как заводить и заставить летать все эти агрегаты? Отвечаем. В настройках управления посмотрите кнопку «Запуск». Затем убирайте тягу и заводите самолёт. Когда заведётся, прибавляйте тягу только потихоньку. Если не получится запустить с убранной тягой, заводите с тягой примерно 50%. И от винта. Плохо это или хорошо, но понятие сериал перестаёт быть чисто телевизионным и всё ближе и ближе подбирается к индустрии компьютерных развлечений. На этот раз продолжение получил детективный сериал CSI, который среди геймеров имеет поклонников не меньше, чем среди телезрителей. Пришло время объединиться. Прямо сейчас сюжет об игре CSI – Deadly Intent. Серия виртуальных расследований под заголовком CSI впервые появилась на экранах мониторов в 2003 году, спустя три года после телевизионной премьеры. Что интересно, игра периодически меняла команду разработчиков. За последнюю часть Deadly Intent ответственна студия Telltale Games, которая уже собаку съела на работе с сериальными адвенчурами. Не отставая от своего телевизионного прародителя, Deadly Intent представляет нам двух новых героев – Райли Адамс и Рэй Лэнгстон. Вместе с нами они возьмутся за расследование пяти страшных убийств. Для успешной работы у нас есть все, что нужно. С собой наш подопечный всегда носит шмоданчик со всевозможными кисточками, ватками и баллончиками. Собрав нужные улики, можно их изучать в лаборатории, оборудованной по последнему слову техники. Здесь к вашим услугам анализ и сравнение ДНК. База данных отпечатков пальцев, прибор для изучения цифровых фото, видеовлик и, конечно, микроскоп. Помимо этого, имеется морг, где вы всегда сможете задать интересующие вас вопросы доктору Робинсу. Комната для допросов и кабинет босса. Последний нужен для получения всевозможных ордеров. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 3 ГГц, 128 МБ видеопамяти, 6 ГБ на жестком диске и 512 МБ оперативной памяти. Геймплей таких игр – загадка. Если рассказать о том, чем придется заниматься, то вы решите, что эта скукачища хуже некуда. Но на деле любое расследование затягивает, как хороший детектив. Тем более, что в этот раз разработчики несколько ослабили железную хватку линейности геймплея, отчего играть стало заметно интереснее. Пятерка за геймплей. Что касается графики, то она стала чуть ли не главным козырем Дэдли Интон. Обновленный движок и в самом деле неплох. Особо впечатлительным личностям и вовсе может стать плохо от вида очередной жертвы. Но не будем лукаять. На пятерке внешний вид игры явно не дотягивает. 4 балла за графику. Звук – очень важная составляющая подобных игр. Особенно в отношении голосов героев. При допросе подозреваемого вы легко сможете проявить свои знания в области психологии. Разработчики дают вам не только визуальные, но и звуковые подсказки. Так что будьте начеку. Пятерка за звук. Надо сказать, что для любителей хороших детективных историй CSI Дэдли Интон – лучший выбор. Каждая история здесь полна неожиданных поворотов. А ваше участие в процессе расследования самым непосредственным образом сказывается на его результатах. Пятерку получает сегодня игра CSI Дэдли Интон. Новый движок пошел сериалу только на пользу. А то уже можно было подумать, что интерактивная версия CSI начинает превращаться в нестареющую серию на MC Drew. Или еще что похуже. А так, может, даже и сам возьму поиграть. Но сначала вместе с вами посмотрю, какие в игре головоломки и как правильно их решать. Первый вопрос. Я застрял в самом начале расследования. Мне не хватает улик, чтобы продвинуться дальше. На месте преступления я уже все перерывал. И в лаборатории все найденные образцы сравнил. И даже с патологоанатомом в морге пообщался. Что делать-то дальше? Отвечаем. Как говорится, хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам. Доктор в морге не заметил одну очень важную вещь. Зубной протез во рту у потерпевшей. Придется вам самим его достать и отнести в лабораторию. Изучив протез под микроскопом, вы получите некий идентификационный номер. С его помощью вы установите личность убитой, и вам откроется новая локация. Следующий вопрос. Когда я явился с ордером Кэти, то застал у нее Чарли. После обыска я заметил, что Чарли, уходя, оставил в земле глубокий след. Слепок показал, что у него в подошве застрял кусок, очень напоминающий осколок орудия убийства. Как это доказать? Где взять ботинок Чарли? Отвечаем. Вызовите Кэти на допрос. Тех улик, что вы найдете при обыске, вполне хватит для задержания. Хорошенько прижмите ее, и она выдаст Чарли, скажет, что он убил ее подругу. В подтверждение своих слов, она ставит вам телефон с записью ее разговора с Чарли. Идентифицировать ее голос вы сможете при помощи записи с пульта 911, куда звонил Чарли. Таким образом, у вас появится неоспоримая улика о его причастности к убийству и повод для задержания. В участке просто попросите у него ботинок. Там и в самом деле окажется тот самый осколок, которого вам не хватало, чтобы собрать орудие убийства и снять с него отпечатки. Джеймс Кэмерон с Аватар. The Game. Это игра по мотивам одноименного фильма Джеймса Кэмерона, которая вышла синхронно с кинолентой. Этот проект похож одновременно на Халлоу, образца 2000 года, и на Питер Джексон с Кинг-Конг. От Халлоу игра получила морпехов и инопланетный мир с красивой природой. От Кинг-Конга характерные уровни. Что осталось от оригинального фильма, мы расскажем вам прямо сейчас. Фильм Аватар Джеймса Кэмерона. Один из самых дорогих и амбициозных в истории кино. Любой, кто посмотрел или посмотрит его трейлер на экране монитора, совершенно не поймет, почему это так. Создаваемые полностью по 3D кинотеатры в привычном виде, Аватар выглядит претенциозной компьютерной фигней, интерес которой поддерживает разве что имя Джеймса Кэмерона. С игрой примерно такая же ситуация. Вот приземляется аппарат, из него вылезает один из главных героев. Вокруг натуральный пехотинца из Халло. Через минуту мы уже играем в Лос-Планет, расстреливаем агрессивную флору динозавров. Понять через не самую красивую в мире картинку, почему это должно быть интересно, категорически невозможно. Но если вы можете поиграть в трехмерном режиме, то интерес к происходящему на экране сразу повысится. Главный герой находится на переднем плане и словно вылезает из телевизора. Ствол уходит вглубь экрана, каждый изъян на корпусе виден во всех подробностях. Окружающие джунгли и зеленый-фиолетовый каши мгновенно превращаются в живую инопланетную экосистему, которой веришь. Вскоре разработчики меняют время суток, и картинка становится просто чудесной. Все это, конечно, хорошо, но только очень немногие геймеры смогут насладиться такими прелестями. Рекомендуемые системные требования. Процессор с тактовой частотой 3 ГГц, 512 МБ видеопамяти и 5 ГБ на жестком диске, а также 2 ГБ оперативки. В этой игре разработчики никак не ограничены сюжетом фильма, поэтому вы сможете выбрать любую из противоборствующих сторон. Играть за воинственных на вившку, рисоваться на аватара, или пехотинцам за земную корпорацию RDA. Честно говоря, особой разницы не будет. Перейдя на сторону местных жителей, практически все ваши бои будут происходить в рукопашную. Ну и немного полетайте на банише. При игре за пехотинцев вы получите возможность доволен стреляться из разнообразного оружия и поюзать футуристическую технику. Но каждую секунду игрового процесса вас не будет покидать ощущение бестолковости происходящего, особенно, если вы уже посмотрели фильм. Поэтому наша оценка геймплея всего 3 балла. Про картинку мы вкратце уже рассказали, но еще раз повторим, что вся прелесть этой игры только в стерео-режиме. Впрочем, как и у фильма. Поэтому мы бы не стали сильно придираться к внешним данным игры и поставим 4 балла за графику. Кстати, видео-вставки в игре не идут ни в какое сравнение с фильмом. Это короткие, скучные и ничем не выдающиеся сцены. Соответственно, и озвучка в них ничем не выделяется. Актеры без особого энтузиазма начитывают свои диалоги, спецэффекты также ничего особенного из себя не представляют. В общем, смотрите и сами все увидите. А наша оценка звука 3 балла. Джеймс Кэмеронс Аватар The Game Это не что иное, как скучный облом для тех, кто посмотрел фильм. Простенький шутер по мотивам, вызывающий только один вопрос. Зачем я в это играю? Наша общая оценка игры всего 3 балла. Несмотря на хорошие исходные данные, Аватар недалеко ушел от обычных игр по фильмам. Самое подходящее слово рутинный. Играя в Аватар, все время ловишь себя на мысли, что авторы как будто отрабатывали заказ. Очень уж все обыденно. И диалоги, и геймплей, и дизайн уровней. Игра, конечно, красива. Особенно красивые полеты на банше. Но в остальном это не более, чем еще один экшен от третьего лица, с прохождением которого мы вам сейчас постараемся помочь. Первый вопрос. Подскажите, пожалуйста, что нужно, чтобы поиграть в 3D-режиме? У меня есть старые цветные картонные очки. Я с ними в трехмане играл. В Аватар никак не получается. Что делать? Отвечаем. К сожалению, или к счастью, анаглифные очки, которые картонные с цветными пленочками, не подойдут. Для игры в 3D-режиме понадобятся специальные очки и правильный монитор с частотой 120 Гц. Следующий вопрос. Я играю за пехотинца. Мне нужно найти кристалл затерянной экспедиции RDA. Нахожусь в локации с пулеметом, какими-то вагончиками, телепортом и местными млекопитающими. Где его найти? Отвечаем. Все очень просто. Этот кристалл находится в вагончике рядом с телепортом. Следующий вопрос. Играю за солдат. Мне нужно найти три кристалла, но на пути к последнему не могу завалить какую-то кракозябру в яме. Но никак не получается завалить его. Как это сделать? Отвечаем. В принципе, убить этого монстра несложно. Нужно только подготовиться. Автомат в руки, используйте щит и усиление урона пулями. Высаживайте полную обойму. Если нужно, подлечитесь. Скорее всего, монстр будет сражен такой спецподготовкой. С 1998 года в рамках конференции Game Developers ежегодно проводится фестиваль независимых игр, они же Indie Games. Первое место в 2009 году заняла игра Machinarium, о которой мы уже рассказывали в факе. Сегодня же речь пойдет об игре с необычным названием Ви-ви-ви-ви-ви-ви, занявшей почетное второе место. Indie-игры, то есть созданные независимо от финансовой поддержки больших издателей, сформировались как класс в конце 90-х, когда жирновая игровая индустрия стали перемалывать миллионы убитых енотов. До этого индустрия компьютерных развлечений не воспринималась окулами бизнеса в качестве основных активов. И естественно, как в свое время в области музыки и кинематографа тут же образовывались группки маргиналов, не желающих мириться с таким положением дел. Эти бравые ребята с революционным рвением стали создавать оригинальные и низкобюджетные проекты, интерес к которым со стороны игровой общественности подчас был гораздо выше, чем к набившим оскомину блокбастерам. 6-ви, именно такой проект. Перед нами олдскул платформер с графикой времен бурной юности наших бабушек, элементарным управлением, которое сводится к четырем кнопкам и, конечно же, с эпическим сюжетом. Сутенова сводится к приключениям отважного космического капитана. Вследствие какого-то катаклизма он растерял всю свою команду и теперь вынужден скитаться по уровням, разыскивая нерадивых компаньонов. Системное требование 6-ви традиционно либерально для инди-игр. Процессор на частоте 800 МГц, 32 МБ видеопамяти, 35 МБ на жестком диске и всего 256 МБ оперативки. Геймплей 6-ви лаконичен и понятен даже младенцу. В роли непоседа капитана мы носимся по экранам, на которых в изобилии разбросаны безумные препятствия, двигающиеся платформы и смертельные ямы. Что примечательно, в отличие от других аркад, запас жизни у нашего персонажа не ограничен. Так что 20 раз подряд упасть в пропасть для нашего отважного героя не проблема. Весь игровой процесс крутится вокруг игр с гравитацией. Что-то подобное мы видели в Antieted Moves. Также в дикий восторг приводят логические задачки, которые ставят перед нами разработчики. Поначалу они элементарные, лопаются как орехи. Но со временем их сложность возрастает в геометрической прогрессии. Наша оценка геймплея 5 баллов. Графический ряд 6-ви вышибает слезу даже у прожженных геймеров. Глаз начинает нервно косить под кровать, где уже много лет валяется позабытый спектром ZX. Федерация тут к качеству, светотатство. Все понимают, что это протестный концепт. Играя в 6-ви понимаешь простую истину. Игра может быть интересной без всяких новомодных спецэффектов. Наша оценка графического оформления 5 баллов. Аудиоряд выполнен в полном соответствии со стилистикой игры. Великолепный 8-битный саундтрек, который даже вышел в качестве отдельного CD, идеально ложится на видеоряд игры. Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов. 6-ви по праву занимает второе место на пьедестале Инди-игр за 2009 год. Архаичная графика, которая уже стала классикой. Оригинальный 8-битный саундтрек, простейшее управление и оригинальные задачки. Все это вместе способно увлечь вас на несколько часов и затянуть в необычную вселенную 6-ви. Наша общая оценка игры 5 баллов. Ви-ви-ви-ви-ви-ви проект, подкупающий своей простотой и лаконичностью решений разработчиков части игрового процесса. Здесь сплелись воедино несколько основных особенностей инди-игр. Однако, несмотря на кажущуюся примитивность, в игре множество моментов, способных поставить в тупик даже бывалого игрока. Часть этих проблемных мест в прохождении мы разберем, отвечая на ваши вопросы по игре. Первый вопрос. В чем прикол с жизнями? Почему в игре можно умирать бесчисленное количество раз? На что это влияет? Отвечаем. После того, как вы пройдете игру, у среднестатистического геймера это займет порядка трех часов. Вам покажут статистику прохождения, в которой будет указано время и общее количество смертей. Соответственно, после этого вы можете либо убрать игру в ящик стола, либо же улучшить результат, чтобы потом красоваться перед друзьями. Какой-никакой, но стимул для соревнования. Следующий вопрос. Как пройти уровень Not As I Do? Я уже раз то там помер. Отвечаем. Сначала по нижним частям платформы перемещайтесь в правый угол. Затем, прыгая вверх-вниз, осторожно регулируйте прохождение второго перса. Возвращайтесь обратно и верхним этажом проходите на следующий экран. И заключительный вопрос. Для чего нужны безделушки, которые встречаются на некоторых экранах? Как их использовать? Отвечаем. Это бонусы, которые не имеют практического назначения. Даже для любителей стопроцентных рейтингов. В общий зачет все равно попадает лишь время прохождения и количество смертей. Так что вы сами для себя определяете, нужно ли находить все 20 безделушек или тупо на них забить? На сегодня, думаю, хватит. Игр так много, а эфирного времени, как всегда, не хватает. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Не забывайте заходить на вап-сайт канала Муз-ТВ в мой личный блог и задавайте мне вопросы. Будем общаться вап.муз.дфис.тв.ру. Я всегда в твоем мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес faq.sobaka.muz.dfis.tv.ru Мы обязательно все посмотрим и по возможности максимально оперативно ответим на ваши письма. До скорого, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok